Ну, во-первых, металл не уходит за рубеж, а продаётся за рубеж. И продаётся за конкретные деньги, на которые те, которые заняты в этом производстве, живут. Что если бы некуда было продать, на что бы тогда все жили? Ну, это ответ тем, кто декларативно делает такие заявления. Вообще, как я уже сказал, по металлу мы избыточны. По всем видам металла, по чёрным, по цветным, по меди, по алюминию. Столько металла, я не знаю, когда будет нужно в нашей стране, и какую нужно иметь инфраструктуру потребления, чтобы такое количество металла потратить, условно говоря, самим на себя. Ну, как пример, в меди мы производим примерно 800 тысяч тонн. Норильский никель, мы и Каштеймский мельтарительный завод все вместе. А Россия за этот год, наверное, внутри себя потребит порядка 300 тысяч тонн. Всё равно 500 тысяч тонн пойдёт туда, куда бы то ни было, только не в России, потому что объективного потребления здесь нет. Но не просто пойдёт, мы его продадим. Такие объёмы производства, и все, кто заняты на этом производстве, и города, в которых эти заводы стоят, потому что они городообразующие, как правило, будет на что жить. Хорошо, давайте не будем этот металл продавать на экспорт. Тогда куда его девать? Самый простой вопрос, куда девать тех людей, которые в этом заняты, и города, которые на этих местах стоят? Что делать тогда? Да. Think about it.